здравствуйте мои любимые зрители рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я с вами хотела поговорить об наших ручках об уходе за ними какие средства я применяю и покажу свои лаки ярких цветов потому что много было видео об других цветах эти лаки не показывала и если вам интересно то оставайтесь со мной так как известно руки женщины руки девушки это визитная карта карточка какая бы там красивая прическа не было какая бы там одежда не было но если руки не в таком вот виде не в ухоженном не с маникюром например я если у меня что-то облупляется например вот как-то маникюр облупляется уже к то есть он получается не свежий я начинаю себя чувствовать неловко то есть там в транспорте я стараюсь бывает такое да у всех наверно бывает у меня тоже не было времени не было там возможности сделать свежий маникюр стараюсь прятать стараюсь как-то там это то есть я чувствую себя некомфортно вот и что я хочу сказать насчет ухода до ухоженные должны быть руки наверно всегда конечно им достается наверно больше всех потому что всякие вот например летом там очень много работы где-то на огородах на дачах там по дому какие-то ремонт особенно у меня выбивает мой выбивает мой уход это ремонт это вот какие-то дачные дела стараюсь я конечно работать обязательно в перчатках и вы тоже к этому стремитесь под перчатки перед тем как одевать перчатки я накладываю толстый слой я крема какого-нибудь жирного если у меня есть конечно с собой если уж нету на крайний случай все равно как-то у меня под перчатки попадает грязь я не знаю если я работаю землей то все равно у меня как бы я там не старалась не одевала там две пары перчаток у меня все равно и я стараюсь делать вот так вот обмыла чтобы мыльные вот эти вот кусочки попадали под ноготь и тем самым я защищаю ноготь от грязи чтобы она не попадала туда так теперь оба уходе стараюсь я конечно делать маски но у меня так вот не получается как бы я хотела и частенько я где-то раз неделю там по возможности два раза в неделю я скрабирую кожу все равно это нужно после этого у меня кожа становится мягкой такой он как бы ухоженной чувствуется прям что я за ними ухаживаю применяю применяю вот такой вот скраб наверно многим известен он это от oriflame не подарили я пользуюсь и вот видно что он уже заканчивается это для рубка называется нежный бархат содержит измельченную миндальную скорлупу видно наверное что скорлупки мелкие сильно руки не раздражают если у вас руки очень нежные то скраб с крупными частичками я не советую пользоваться потому что будет все таки не очень приятно и вот у этого скраб он достаточно такой нежный и вот им можно скрабировать и руки и ноги и все подряд все что хочется кстати можно я делала не очень давно можно сделать в домашних условиях очень простую маску скажем так скраб для рук это спит и кофе туда немножко туда немножко добавить масло какой у вас есть и скрабировать так вот ручки эффект очень даже похож вот именно на этот это вот если у вас нет покупного скраба теперь насчет кремов кремами я пользуюсь каждый день они у меня есть и на работе они у меня есть и дома особенно после каких-то там процедур обязательно наношу я крем сейчас покажу свои крема они у меня дешевые бюджетные и из них я скажу который получше которые мне совсем не подходит то есть мне не нравится первый крем так начну пожалуй с крема который мне очень не понравился которым я пользовалась потому что на работе для другого не было но я его заканчиваю стараясь закачивать шелковая лента он стоит там совершенно совершенно недорого многие конечно вроде как в восторге от девочек я слышу но я никак не с экстрактом шиповника витамина смягчает и питает кожу скажу почему почему он мне не нравится почему я им больше не буду пользоваться единственное наверно только в таких условиях когда вообще нет ничего когда его наносишь он ведет себя очень и очень как то странновато ну обычный крем то есть сейчас я наношу да и вы знаете у него такое ощущение что я не знаю как парафин как вот машинное что то такое подобие не знаю липкость какая то появляется неприятное ощущение рукам запах конечно такой нормальный но вот это вот ощущение после нанесения ощущение после вкусе скажем так грубо мне совсем не нравится я я вообще никак к этому крему следующий крем для себя я его не покупала мне его подарили сейчас уже начала сама покупать при покупке там каких-то средств вот гарниер мне подарили вот такой вот крем два тюбика это нежное прикосновение крем для рук увлажняющий вот этим кремом конечно я пользовалась с большим с громадным удовольствием то есть у меня было два это у меня пустой тюбик я его закончила и конечно же я купила но единственное что хочу вам девочки заметить вот это вот у меня было алоэ вера он тоже кстати совсем недорогой там рублей наверное 50 60 примерно вот что хочу сказать вот это у меня алоэ вера который мне подарили а я вот сейчас купила комплексный смягчает кожу руку и кутикулу такой но сразу скажу что вот этот вот в разы лучше для меня я не знаю как вам он прекрасно увлажняет прекрасно впитывается очень приятный запах руки долгое время вот у меня есть такая проблема как сухость рук особенно это зимой когда холодно сухость рук очень сильно у меня ощущается и вот я пользовался им вот прошлую зиму часа 4 5 вообще без проблем руки увлажнены никаких вот таких вот ощущений нету насчет этого крема он комплексный конечно пользуюсь но у него нет такого быстрого впитывания наверное я скажу так примерно он как-то похуже что я не знаю хотя вот вроде два одинакового крема я решила попробовать этот и этот сразу вам скажу что вот это вот по ощущениям по моим ощущениям десятки раз лучше так и еще один крем который я тоже люблю который постоянно покупает чередуя вот что вот гриньер и обычный тоже крем бархатные ручки я тоже очень и очень довольна масло шим масло авокадо про витамин b5 пользуюсь только сейчас купил у меня закончилась хватает ему надолго то есть я прихожу на работу обязательно смазываю руки и в течение там четырех пяти часов я про сухость практически забываю что очень и очень меня радует так насчет кремов и скраб скрабов все и хочу вам показать свои лаки сказать достоинства и недостатки этих лаков так пожалуй начну начну вот с такого лака которым я не то что грезил но просто мне было интересно посмотреть ощутить что это вообще такое это golden rose matte velvet velvet то есть а вот видно да что он такой матовый и при нанесении на на ноготь он должен давать такую матовость что я могу сказать у меня в оттенке 106 обычная тут кисточка наносится вообще без проблем не полосит но во первых я разочарована цветом 106 цвет он выглядит красивый такой благородный цвет да красный ноготь на ногти он дает примесь фиолетового я не знаю 106 цвет вообще никак я от него и второе второе то что при нанесении он сначала блестит такой блеск красивый и потом буквально через секунду он превращается в такой матовый я думал что матовый это какой тут красивый матовый поэтому я наверное его взяла но он не красивый матовый а он знаете такое ощущение что лак долго долго носился на как маникюр да и выцвел или как-то вот не знаю он не дает вот этой ухоженности не дает от этой красоты ногтю и плюс еще у него вообще нет стойкости кстати что я могу заметить я вчера вот нанесла его этот лак и к вечеру уже хотя я ничего вроде такого не делал уже к вечеру он у меня начал облупляться то есть я вообще никак больше я его не куплю даже какой бы там красивый цвет не был и видите да что на упаковке дает одно на ногти он совсем другой дает цвет номер 106 так потом из ярких лаков кстати я сегодня только расскажу про яркие лаки как бы я пользовалась этим ими летом и вот мои впечатления очень и очень довольна я вот этим лаком я по-моему показывал вот этим я лаком довольно ношу его частенечко широкая кисточка но наверно все его знают это лак от римель который сохнет за 60 секунд по моему и у меня в оттенке 3 2 3 ривьера red очень благородный цвет такой красивый какой вот он есть видится ну конечно немножко на камеру отдает розоватым нет он благородный такой красный цвет не вызывающий не яркий нет в нем кричащий вот это вульгарности что я на работу на нашу ногти на работу этот лак то есть нет такой вот вульгарности и прям я им очень очень довольна сохнет очень быстро дает такой вот блеск даже если я не наношу сверху какого-то там красивого покрытия на сверху такого укрепляющего там еще какого-то да то он все равно дает блеск такой ну то есть очень очень советую я влюбилась в эти лайки хочу приобрести сейчас более приглушенный цвета именно вот на осень на зиму так теперь у меня есть тоже его приобретала за границей это лак горле так это у меня оттенок вот у них с оттенками 2 g 0 1 92 так насчет него я им пользовалась конечно цвет такой код черничный фиолетовый черничный наверно очень благородный красивый цвет я с большим удовольствием пользовалась летом то есть его комбинировала два цвета у меня есть еще один лак сейчас просто не могу показать он у меня закончился примерно такого же цвета но немножко на светлее то есть одинок и такой ну вы поняли меня наверно держится прекрасно я его покупала за границей я не знаю здесь он сколько стоит но там он стоил так цена даже сохранился в евро так ладно это не столь важно 9 и еще есть у меня лак от стил аудер на это в оттенке папайя сорбет такой вот лак насчет него конечно я пользуюсь чаще наверное такими бюджетными дешевыми лаками насчет вот этих вот лаков тоже него обычная кисточка такая наносится первый слой вообще никак 2 тоже слабенько прозрачным какой-то цвет конечно красивые очень такой приятный на лето самое то он немножко с оттенком такой вот чуть-чуть есть рыжеватость так как бы сказать чтобы я видеть его то есть нужно наверно такую хорошую основу потом два слоя два слоя тоже не хватает хочется еще ну то есть он как-то прозрачный наверно я не знаю я не могу его вам не посоветовать и ничего не могу сказать что им довольна но свою цену он скажу сразу не оправдывает цена вы наверное знает сколько у них примерно и поэтому наверное я больше не куплю его то купила его за границей там наверно все таки дешевле так вот я вам показала вот эти свои лайки остальные лаки яркие я показывал других видео если вам интересно то посмотрите вот кстати цвет без блесок девочки многие спрашивали что за лак это лак все его при него ничего ладно про него я не буду рассказывать так ну что на этом я буду заканчивать надеюсь вам понравилось видео пишите свои запросики пишите свои комментарии буду рада кстати вот насчет вот этих лаков насчет вот эти стил аудер и люксового лака если у вас есть поделитесь пожалуйста впечатлениями мне было бы интересно узнать о вашем впечатлении особенно насчет вот этого лака может быть тут что-то с цветом не так но почему он себя так ведет совершенно совершенно прозрачно прозрачный хотя вот так вот если посмотреть то он такой густоватый и нормальный цвет ну то есть хотя бы не два нет ни два три покрытия вот на этом я буду заканчивать всем пока всем спасибо за внимание была рада что вы были сегодня со мной пока пока